На протяжении уже долгого времени опасная ситуация в регионе, в регионе Ближнего и Среднего Востока, связана с укреплением так называемого Исламского государства, террористической организации, чья деятельность запрещена и в России, и в ряде других стран. Понятно, что эта организация не является ни государством, ни исламским, о чем справедливо говорят и политики, ученые и богословы. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что ИГИЛ планирует расширяться не только путем запугивания и промывания мозгов населению. Эта организация хотела бы выглядеть опорой порядка и своеобразно понятой справедливости, как для населения региона Среднего и Ближнего Востока, так и за его пределами. И в борьбе за сердца и за умы людей террористическая структура берется за исполнение ряда функций, которые свойственны органам государственной и муниципальной власти. Беспрецедентность феномена исламского государства заключается и в демонстративной жестокости применяемых мер, и в самой скорости расширения территории, которая переходит под контроль террористам, в их высокой боеготовности, ведь с ними борется уже не одна регулярная армия, не считая ополченцев, ну и, наконец, в развертывании, по сути, глобальной кампании вербовки единомышленников. Им присягают на верность все новые и новые адепты, которых находят даже далеко за пределами региона Ближнего и Среднего Востока, в том числе на территории России и на территории других европейских стран. Парадоксально и трагично, что ряды террористов растут и сплачиваются, а те, кто должен был бы вместе противостоять террору, наоборот, становятся дальше друг от друга. Продолжение следует...